Скажите, пожалуйста, есть ли какая-то причина, почему центральное телевидение приезжает на вот такие встречи с антимонопольным комитетом, выслушивает, снимает и не показывает? Ну, вы знаете, каждый телеканал ведет свою внутреннюю политику, да, и темы, которым интересно, они показывают, а те, которые неинтересны, не показывают. На данном случае сделано было заявление представителям антимонопольного комитета, что они провели некий комплекс мер проверки, да, и целый список сети супермаркетов нарушает антимонопольное законодательство. Но хотя по этому вопросу я тоже сделал бы замечание, хотелось бы, чтобы представители антимонопольного комитета делали заявление, когда имели бы на руках уже документ или решение суда, что пишут законную силу, где четко было прописано конкретный ущерб, нанесенный интересам государства. Эти цифры не являются конкретными? Вот эти цифры, которые указаны? Эти цифры, это... Эти цифры являются предварительные цифры проверки, проведенные предварительной проверкой антимонопольным комитетом. Они не могут быть являться доказательной базой, потому что этот документ, эту проверку, не было использовано. Ну, я имею в виду, как доказательную базу, там, решением суда. Да, проверка была проведена, да, есть какие-то цифры, какие-то компании, но мне, как рядовому гражданину Украины, хотелось бы, чтобы результат работы антимонопольного комитета выражался в конкретном, практическом снижении цен на товары и услуги. А после этого я хотел бы слушать представителя этого комитета. Я бы им сказал бы спасибо. А все остальное, что они делают, это элементарно пиар своей деятельности, да, что они не зря кушают казенный хлеб. И, соответственно, такие заявления, ну, я не воспринимаю за серьез. И я вам говорил, Виктория, да, вот еще до эфира, что это может быть такие заявления побудительной причиной, чтобы люди совершали какие-то действия, акции, помните, да? И таким образом, вот, заявление представителя антимонопольного комитета побудило Юрия как определенным действием. Он обратился к депутатам Верховной Рады, какой-то из них поддержал, потому что сейчас идет период выборов, возможно, для себя использовать эту пиар-акцию. Ребята провели акцию, да, но результат для них плачевно. Возможно, будет создана комиссия, возможно, будет депутат этим заниматься. Но в результате заявления представителя антимонопольного комитета, я считаю, безапелляционным, ну, и в то же время неаргументированным. Юрий и другие люди поддержали эту акцию. И то, что произошло, уже мы сейчас обсуждаем, поэтому хотелось бы, чтобы антимонопольный комитет в следующий раз своих заявлений апеллировал бы фактами. Мы поняли. Потому что подали этот суд на антимонопольный комитет и абсолютно правильно сделали. Я думаю, что сеть супермаркета, выборку антимонопольного комитета, суд для того, чтобы они впредь знали и понимали, что говорить и когда говорить.